МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости дня в студии Данил Добрин. О главных событиях региона готовы рассказать прямо сейчас. Вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перепад температур – причина коммунальных аварий. Лопнувшие водоводы оставили без воды жителей Оренбурга и Орска. Отравление не подтвердилось. Детский сад в Акбулаке закрыли из-за ротовирусной инфекции. Уголовная ответственность за бездействие. Следственный комитет просит изменить закон о бродячих животных. Низкая зарплата – главная причина увольнений. Что еще заставляет россиян искать новую работу? 30 лет в борьбе за честную конкуренцию. Региональное управление ФАС отмечает юбилей. Надежда против Динамо. Матч российской премьер-лиги завершился не в пользу оренбургских баскетболисток. И начнем сообщение с востока области. Крупная коммунальная авария произошла ночью в Орске. Без воды остались более 10 тысяч жителей. Поврежден чугунный подземный водовод диаметром 700 миллиметров. Специалисты водоканала говорят, что этот материал мог не выдержать резкого перепада температур. На месте работают специалисты. Они пытаются устранить прорыв. В зоне отключения оказались несколько жилых районов, а также социальные учреждения. Без холодной и горячей воды сейчас пять детских садов, две школы и гимназия. Учащиеся переведены на дистанционное обучение. По поручению губернатора на место аварии выехал министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин. Он проводит оперативное совещание с администрацией Орска и коммунальными службами. В пострадавшие районы осуществляется подвоз воды. В котельной номер 7 также нет воды. Она обеспечивает теплом поселок ОЗТП. Но подача теплоносителя арчанам не прекращена. На объекте есть резервуар, который обеспечивает бесперебойную работу котельной запасом на двое суток. Сообщают в правительстве области. Оренбург, к сожалению, тоже не обошли стороной коммунальные аварии. В выходные в поселке Кушкуль областного центра из-за прорыва чугунного водовода без воды остались примерно 2500 жителей. Чтобы устранить все повреждения, специалистам потребовалось несколько часов. А уже сегодня ночью коммунальная авария произошла на проспекте Гагарина. Подробнее расскажем в нашем следующем материале. Вода затапливает все вокруг. Эти кадры сделаны ночью во дворе дома 23-5 по проспекту Гагарина. Коммунальная авария произошла примерно в три часа. Порыв оставил без воды жителей сразу нескольких домов. С утра проснулись, холодной воды нет и до сих пор воды то же самое. Сплошные неудобства, конечно. Не попить чай, не согреться, не сготовить ничего. Без холодной воды остаются три дома и детский сад. Подвоз налажен, но когда подача ресурса будет восстановлена, пока непонятно. Место порыва находится за моей спиной между двумя многоквартирными домами. Но по этим грязным кускам льда мы видим, что поток воды был, по всей видимости, настолько сильный, что затопило весь двор. Незапланированный каток никого не радует. Жителям приходится мириться с временными неудобствами. Но есть в этом дворе и те, кто ущерб понес не моральный, а материальный. Затоплен подвал, автомобили, комната с документацией и финансовыми отчетами. Владелец офисного здания уже несколько часов пытается откачать воду из помещений. Признается, что находится в шоке, а оценить последствия пока просто не может. Ущерб просто колоссальный. Имущество, автомобили, архив у нас находится, документы. Ну и, естественно, самое основное это помещение. То есть напольное покрытие, стены, конструкция здания. Но после такого затопления я не знаю, что нужно, какие меры принимать и как быть в дальнейшем. В Оренбург-Водоканале сообщают, что на месте аварии около 10 специалистов. Они пытаются устранить повреждения. Работой осложняет мороз. Сегодня на улице около минус 20. По плану восстановление может занять практически весь день. А причина коммунальной аварии аналогична той, что произошла в Орске и поселке Кушкуль. Резкие перепады температур в последние дни отрицательно сказываются на состоянии чугунных водоводов. Из-за подвижки грунта этот металл лопается, что как раз и произошло сегодняшней ночью на проспекте Гагарина. Вячеслав Кампра, Алексей Назин. Новости дня. Отравление детей не подтвердилось. Несколько воспитанников детского сада «Ласточка» поселка Акбулак в канун выходных попали в больницу с высокой температурой и рвотой. Образовательное учреждение сразу же закрыли. С инспекции туда отправились сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. Семь детей поступили в инфекционное отделение Сулелецкой межрайонной больницы с подозрением на пищевое отравление. Однако опасения врачей и родителей не подтвердились. Всем поставлен диагноз – коронавирусная инфекция. Сейчас пятеро малышей уже выписано и находятся дома. Остальные идут на поправку. Информацию подтверждают и в Минздраве региона. Кухню и игровые помещения проверили специалисты Роспотребнадзора. Вирусная инфекция подтверждена. Обработан детский сад. Мы работаем в штатном режиме. Карантин в средней группе. В остальные группы мы принимаем деток. Все дети ходили в одну группу. Там объявлен карантин на семь дней. Он продлится до 28 января. Ситуация в дошкольном учреждении на контроле районной прокуратуры. Проверка продолжается. И теперь к новым данным по коронавирусу в регионе. Число заразившихся бьет рекорды уже несколько дней подряд. За последние сутки 539 новых случаев. Общее количество заболевших за время пандемии превысило 111 тысяч. Оренбуржье получило вакцину от ковида для подростков. В региональном Минздраве сообщают, что вакцина ГАМ-Ковид-Вак-М поступила в количестве 1680 доз. Уже сегодня начнут прививать подростков, родители которых дали согласие. Число желающих существенно выше, чем количество поступившей вакцины. Процедуру начнут в первую очередь в крупных городах – Орске и Оренбурге, где наибольшее количество социальных контактов. Поступившая вакцина – полный аналог взрослой вакцины ГАМ-Ковид-Вак, но доза уменьшена в 5 раз. Прививочная кампания будет проходить только в пунктах вакцинации в поликлиниках, поскольку у вакцины есть особенности хранения. К другим темам. Следственный комитет России готовит предложение по изменению закона о бродячих животных. В ведомстве намерены ввести уголовную ответственность для должностных лиц. Это связано с очередным трагическим случаем. В Забайкалье стая собак напала на ребенка. Девочка погибла. Поручение председателя Следственного комитета опубликовано на сайте ведомства. По мнению Александра Бастрыкина, ужесточение закона как на федеральном, так и на региональном уровнях и личная ответственность должностных лиц могут изменить ситуацию. Факты нападения собак на людей расследуются в нескольких регионах страны. В предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными. Результат этой работы будет представлен в установленном порядке руководству страны. В ряде регионов России возбуждены уголовные дела. В Камчатском крае и Еврейской автономной области есть факты нападения бездомных собак на людей. Пристальное внимание сейчас уделяется и сообщениям СМИ о стаях бродячих собак. Беспокоит эта проблема и Оренбуржья. За первые недели 2022 года в 4-ю городскую больницу областного центра обратились 35 человек. У всех травмы от нападения собак. В прошлом году зарегистрировано 376 подобных обращений. Сейчас прервемся и вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Низкая зарплата – главная причина увольнений. Что еще заставляет россиян искать новую работу? 30 лет в борьбе за честную конкуренцию. Региональное управление ФАС отмечает юбилей. Надежда против Динамо. Матч российской премьер-лиги завершился не в пользу оренбургских баскетболисток. Это новости дня. Мы продолжаем. Россияне считают уровень зарплаты главной причиной для увольнения. В опросе портала «Зарплата.ру» приняли участие более полутора тысяч человек по всей стране. Почти половина респондентов, 44%, недовольны низкой зарплатой. И это может стать стимулом к поиску новой работы. Желание уволиться уже в этом году высказали 17% россиян. Среди иных причин увольнения названы недовольство начальства качеством выполнения работы – 15%, сокращение штата закрытия организации – 10%, такой же процент говорит об отсутствии желания трудиться на нелюбимой работе, 7% причиной называют напряженные отношения с руководством, 6% – невозможность справляться со своими трудовыми обязанностями. Больше всех хотят уйти с работы сотрудники сферы общественного питания, финансов и продаж. Самыми привлекательными отраслями, в которых россияне ищут замену прежней работе, являются IT-технологии, сфера услуг и логистика. При этом желаемая зарплата для россиян в среднем составляет порядка 100 тысяч рублей. Аварии и пожары. Минувшие выходные в Оренбурге были неспокойными. Зафиксированы десятки происшествий. Подробнее о некоторых из них в обзоре моих коллег. Новосергиевке аварии унесла жизнь одного человека. На автодороге М5 «Урал» в сторону Оренбург-Самары столкнулись две машины. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП 56-летний водитель автомобиля «Хёндай» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. На сегодня известно, что по факту этого ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Еще одна авария произошла в воскресенье вечером на загородном шоссе. Столкнулись автомобиль такси и иномарка. Известно, что одна машина зацепила другую и вылетела на обочину. В момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. После автомобиль такси перевернулся. В результате пострадали сразу три человека. По факту произошедшего проводится проверка. За эти дни были инциденты, связанные с огнем. Пламя охватило квартиру пятиэтажки на Октябрьской улице в поселке Тюльган. Горела квартира на четвертом этаже. Спасателям удалось вывезти двух жильцов. Причина случившегося устанавливается. Еще одно возгорание произошло в Саракташском районе. Там, на 89-м километре трассы М5 «Урал», горела фура. Огонь вспыхнул в кабине грузовика. Предположительно, замыкание произошло из-за технической неисправности в моторном отсеке. Погибших и пострадавших нет. Елена Еремина, Анатолий Филатов. Новости дня. 30 лет в борьбе за честную конкуренцию. Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы отмечает свой юбилей. По итогам 2020 года из 84 управлений России Оренбургское вошло в десятку лучших. Такой высокий результат ведомство показывает уже седьмой раз. Антимонопольные органы в современной России появились в 1990 году. До нашей области очередь создания территориального управления дошла через два года. 24 января 1992 года – официальный день рождения Оренбургского ведомства. Как и тогда, все эти 30 лет антимонопольщики остаются верны своему главному принципу – защищать конкуренцию, а не конкурентов. Само Федеральное ведомство за эти годы прошло огромный путь. От Государственного комитета по антимонопольной политике и поддержки новых экономических структур через Министерство по антимонопольной политике к контрольной Федеральной антимонопольной службе. Что произошло за эти 30 лет? Во-первых, это законодательное оформление всех наших действий, всех наших законов, которые мы контролируем. Это и закон о естественных монополиях, это закон о защите конкуренции, это закон о государственном и муниципальном заказе, это закон о рекламе, это множество нормативных актов постановления правительства прямого действия. В разработке сейчас находится закон о тарифном регулировании. В 2015 году произошла трансформация службы из чисто контрольного в орган предупредительного надзора. Уфас сейчас имеет полномочия выдавать предупреждения, что помогает быстрее изменять ситуации на рынке. В 2017 году открыта совершенно новая страница истории управления – выход указа президента о национальном плане развития конкуренции в России. Работой в этом направлении Оренбургская Уфас теперь занимается совместно с правительством области, бизнес-структурами и муниципалитетами. О спорте. Снова поражение. Баскетболистки Оренбургской Надежды проиграли календарный матч российской премьер-лиги Курскому «Динамо». Через три дня после фиаско в Еврокубке оренбурженкам предстояло еще одно испытание. Курская «Динамо» – вторая команда страны. Баскетболистки на то и профессиональные спортсменки, чтобы отбросить гнетущие мысли и сконцентрироваться на предстоящей встрече. И поначалу к игре «Надежды» претензий не было. Стартовая четверть, благодаря точному дальнему броску Медведевой в концовке, завершилась в нашу пользу 20-17. А буквально сразу после возобновления игры преимущество хозяйки еще подросло. К большому перерыву «Надежда» впереди на 8 очков. За всю первую половину гости ни разу не попали издали, но пауза пошла им на пользу. «Динамо» стала неуклонно сокращать разрыв. Еще за три минуты до финальной сирены счет был равным, когда вице-чемпионки совершили ключевой рывок – 8-0. Совсем повлекла игра наших американок. У «Хайдман» всего одно набранное очко – «Гэтлинг-6». Курские иностранки выглядели несоизмеримо лучше. 66-74 – пятая подряд поражение «Надежды». Наша команда опускается на восьмую строчку таблицы премьеры. Не припомнить, когда такое было. В воскресенье «Аренбурженки» сыграют в Ростове. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. И коротко о погоде. В последнюю январскую неделю сильных морозов в Оренбуржье не предвидится. Температура будет достаточно умеренная, без обильных осадков. Потепление ожидается к середине недели. Синоптики сообщают, что самым холодным днем недели будет понедельник. К середине уже ожидается потепление. В среду днем столбики термометров поднимутся до минус 3 градусов, а в четверг опустятся до минус 5. Ближе к выходным похолодает до 9 градусов мороза. Снег ожидается в середине недели и на выходных. Резких похолоданий не предвидится. На этом все. Вернуться к этому выпуску, а также другим нашим телепроектам, вы всегда сможете на нашем сайте орттв.ру. Присоединяйтесь и группам телеканала в социальных сетях. Далее рубрика о погоде и не только. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова